Дорогие мастера, всем привет! Сегодня с вами я Татьяна Дашута и мое новое видео это помощники для клея. Сегодня хотелось бы с вами поговорить о том, что нам необходимо для того, чтобы работать с клеем. Вариантов бывает всегда несколько, здесь не один вариант, то есть и не существует каких-то определенных правил. Итак, давайте будем говорить о том, что более разумно использовать, что удобнее, что менее удобно. Давайте начнем с камня и кристаллов, как на мое усмотрение. Кристалл немного лучше в использовании, потому что если вы не обертываете его в фольгу, а просто капаете капельку на кристалл, то с него очень легко снимается эта капелька с помощью средства для снятия ногтей, то есть вы наливаете в стаканчик горячую воду, бросаете туда кристалл, например, с капелькой, и немного наливаете жидкости для снятия лака. От кристалла это все быстренько, этот клей отходит, то есть до следующего клиента, буквально минут через 15, у вас кристалл уже, вы можете капельки взять, немножко подотрагиваться к ним и они сами поощелкиваются. Что происходит с камнем? Камень немного имеет пористую структуру. Кристалл это стекло, структура сплошная здесь. У камня немножко как пористая поверхность и капли немного сильнее пропитываются. Если вы не используете фольгу, либо вот такой вот защитный подносик, то есть можно наклеивать, на него используем капельки, затем отклеили и выбросили такие подложечки для клея на кристаллы камушек существуют. Ими достаточно удобно пользоваться, потому что, давайте я вам открою и мы посмотрим, как это выглядит вообще. Если мы берем кристалл, открываем, да, и просто на него капаем капельку клея, соответственно, со временем он у нас все равно испортится. Поэтому есть вот такие вот наклеечки, накладочки. Вы ее накладываете перед работой, обкапываете ее клеем, где вам удобно, да, и после работы вы эту накладочку сняли, у вас остается опять чистый кристалл. Вторые варианты, это я вам рассказала. Если вы капаете непосредственно сюда, не используя ни накладку, ни фольгу, то просто бросаете в водичку с ацетоном в камушке. Если вы используете накладку либо фольгу, то ничего страшного, ваш камушек всегда тоже будет оставаться чистым. Но если вы вдруг капнули просто на сам камень, из-за того, что поверхность более пористая, не такая, как у кристалла, клея чуть сильнее пропитывается и капля от него отходит намного сложнее. Поэтому, если выбирать между кристаллом и камнем, почему-то мне больше всегда нравится кристалл. Также сейчас кристаллы появились розовые, голубые, там разные оттенки. Вот раньше были только прозрачные, да. Тем дальше, тем все более усовершенствуется и совершенствуется все. Поэтому кристаллчики сейчас стали тоже, есть разные гламурненькие такие появились, красивые. Итак, в случае работы с камнем или кристаллом, это очень комфортно. Клей немного дальше от вас находится, вы не дышите клеем. В случае при работе с кольцом, это раньше когда-то кольцо было моим фаворитом. То есть, я любила очень им пользоваться, потому что это очень близко и как бы ускоряет процесс работы. Когда уже у меня наработалась достаточно хорошая скорость, я как-то немного перестала пользоваться кольцами и больше начала использовать кристаллы либо камушки. Они немного дальше стоят и это не так вызывает аллергическую реакцию. Хотя сейчас вам скажу, что есть такие клея, которые фактически не имеют испарений. То есть, с ними проблем работать почти тоже никаких нет. Итак, давайте рассмотрим кольца. Они бывают тоже разные. Кольца бывают большие, маленькие, глубокие. У меня на данный момент здесь два колечка. Это одно с перекладиной, то есть двойное колечко и второе сплошное кольцо. В сплошное кольцо немного глубже находится клей. То есть, каплю чуть сложнее доставать и кольцо, какое с перепоночкой идет, немного дольше его можно использовать, потому что капельку постоянно нужно обновлять в чистое место. Нельзя каплю в каплю, в старую сполемизированную каплю, нельзя капать заново клей. Поэтому у вас есть возможность сюда использовать две капли. Как правило, в кольце, какой плюс кольца на самом деле, то, что это пластик и клей тоже пластик. И пластик в пластике намного дольше сохраняет свои свойства. То есть, чуть реже надо обновлять каплю, потому что на кристалле либо на камне каждые 15 минут каплю обновлять нужно. Иначе она становится грубоватой и, соответственно, ножка у вашей реснички либо у вашего пучка тоже будет грязноватой и грубоватой. То есть, надо чаще обновлять каплю, для того, чтобы работа ваша была максимально чистой. Итак, также для нашего клея существуют термопаки. Зачем создан термопак? Это такая вещь, которая предохраняет клей от попадания влаги. Также в термопак вложат вот такие вот шарики. Шарики эти также поглощают влагу. Если вы клей открыли и вы работаете в какая-то вот страна у вас, например, климат во всех странах абсолютно разный. У нас в стране влажность повышена только в зимний период времени, осенний-весенний. Осенний-весенний, ну осенний-зимний максимально, весенний-летний уже менее, потому что солнышко выходит, становится жарко. То есть, у нас умеренная влага. Чаще всего мы справляемся без термопака. Но, если вы находитесь, вот я проводила мастер-класс в Израиле. Там садишься и там стол мокрый, стул мокрый, влажность очень слишком повышена. То есть, там необходимо использовать термопаки после открытия, чтобы не попадало вовнутрь в клей влага. То есть, как бы более дольше дать возможность сохраниться своему клею в бутылочке. Иначе он будет очень быстро терять свои свойства, слишком густеть. Если клей начинает густеть изнутри, у нас получается такая ситуация, что у нас начинает грязнить носик. Поэтому, иногда нам в помощь есть сменные носики. Сейчас в продаже также продаются сменные носики. Потому что, если вы капнули клей несколько раз, неправильно капнули, то у вас будет пачкаться носик. Сейчас я вам покажу, как правильно нужно капать клей. Давайте рассмотрим сейчас, как правильно макать клей. Вы переворачиваете бутылочку, ждете пока клей здесь будет опускаться. Вы капываете эту каплю и сразу убираете носик. Посмотрите, какой у нас остался чистый носик, абсолютно чистый носик. Можем сделать еще раз. Если вы не обратили внимание, то данный клей я не взбалтываю. Современные клея, которые выходят, они не требуют взбалтывания. В ближайшее время я вам расскажу о новинке, какие появились клея. Это как бы ноу-хау, клея, которые не нужно взбалтывать и клея, которые работают как магнит. На данный момент ничего вам не буду рассказывать, но в ближайшее время на канале появится такая новинка. Итак, клей капнули и убрали. У вас остается максимально чистый носик. Что делать нельзя? Нельзя капнуть и девочки любят покрутиться носиком в капле. Посмотрите, что вы делаете. Вы сразу пачкаете свой носик, потом начинаете вытирать ватными спонжиками, салфетками, которые имеют ворсу и обклеивают ваш носик. От этого у вас портится не только внешний вид вашего клея, но и внутри структура, когда там попадает какая-то ворса, у вас начинает клей портиться изнутри. Для тех, кто до этого капал неправильно, они покупают носики. Те, кто не умеют правильно пользоваться клеем, они покупают сменные носики и одевают новый носик. Если вы хотите сохранить изначально свой носик визуально красиво, научитесь просто правильно капать клей. Капнули и убрали, капнули и убрали. Рассказать вам, сколько капель помещается в данной бутылочке? В данной бутылочке 5 мл, в ней примерно помещается 85 капель клея. Поэтому используйте свой клей разумно. Итак, что еще я хотела бы вам рассказать? Если у вас густой клей и все равно у вас проблемы какие-то с носиком, у вас не получается что-то правильно капать и тому подобное, есть вот такие вот еще иголочки, которые имеют свойство пробивать ваш клей, если у него забивается носик. То есть тут два варианта. Либо вы покупаете вот такую иголочку, либо вы покупаете сменный носик, если вы неправильно используете и неправильно капаете клей. Далее, что еще у нас есть? Вот смотрите, я накапала на кристалл этих капелек. И теперь я могу просто отсюда убрать. Кристалл остается чистый, вот эта подложка у нас может выбрасываться. На данный момент можно вытереть эти капли, но если они здесь загустеют, то подносик этот уже будет достаточно грязный, поэтому это выбрасывать. Итак, далее, осталось у нас такое средство, как бустер. Бустер очень хорошо использовать тогда, когда у вас не слушается клей. Если стабилизирует, то он стабилизирует молекулы клея. Если вы хотите ускорить работу своего клея, вы можете использовать бустер. Бустер используется либо на натуральную ресницу, либо на искусственную, но если вы используете на искусственную, потом необходимо прочесать щеточкой, потому что он имеет свойство как бы сцепливать немного ресницы. Итак, он не приносит вреда натуральной реснице. То есть, нет такого, что говорят, что он там разрушает структуру и тому подобное. Нет, на самом деле он не настолько вредный, как некоторые думают. Но он стабилизирует молекулы клея и ускоряет процесс работы. Поэтому это необходимо в основном в летний период времени, когда очень сухо понижена влажность. Для того, чтобы клей не был вязким, не тянулся и не думал долго, вы используете бустер и затем начинается выполнять свое наращивание. Ваш клей начнет работать быстрее. Итак, вот такие сегодня у нас были интересные материалы относительно помощников для нашего клея. И уже в ближайшее время я вам презентую несколько новинок. Это ноу-хау. То, чего еще, в принципе, нет. Я думаю, вам будет интересно. Поэтому подписывайтесь на мой канал за модными и современными... Нет. Если вы хотите быть современным лошмейкером и идти в одну ногу с модой в наращивании ресниц, тогда вам необходимо подписываться на мой канал, потому что в ближайшее время будут новинки и ноу-хау, того, чего еще нету. Презентую вам новый клей, который не требует взбалтывания, который является клеем-магнитом. Что сразу произойдет? Вам сразу станет легко работать с пучками, потому что клей-магнит будет смыкать непослушные ножки, у кого они расходятся. Следите за моим каналом, подписывайтесь и вы будете в тренде. Всем пока-пока, до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok